Щелковская земля — космическая земля, но неправильно считать, что День космонавтики отмечают только в Звездном городке. Этот праздник по праву считают своим и жители микрорайона Щелково-7. Каждый год они собираются на проспекте 60-летия октября у Стелла с изображением космического аппарата. 12 октября 1961 года в космос полетел первый человек Земли Юрий Гагарин. Но открыта новая сфера человеческой деятельности — космонавтика — была значительно раньше. И наша Щелково-7 еще до Гагарина начала вносить свою лепту в освоение космического пространства. Расположенная здесь войсковая часть 26-178 Воздушно-космических сил России была основана 4 октября 1957 года в день запуска первого искусственного спутника Земли, полетом которого управляли ее сотрудники. Прежде чем полетел Гагарин в космос, сколько было запущено космических аппаратов. Они шли под кодом названия «Космос-1», «2», «3». Я непосредственно принимал участие, когда космос был где-то 200-й, а сейчас уже их миллионы. То есть и часть, наша 26-я, она ведущая при запуске космических аппаратов и управлении вот этими аппаратами. Все средства, которые работали по первым космосам, вот они находятся как раз именно здесь. Это основной центр был. ВЧ-26-178, входящая в структуру главного испытательного центра испытаний и управления космических средств имени Германа Титова, и в настоящее время управляет всеми российскими космическими аппаратами на орбите, обеспечивает полеты пилотируемых космических кораблей. Градообразующее предприятие, войсковая часть космическая, которая ведет свою работу в круглосуточном режиме для обеспечения всех структур страны, в том числе для оборонной составляющей. В нашем городке проживает много ветеранов, которые стояли у истоков развития космической отрасли. Здесь есть даже ветераны, которые проходили здесь службу и участвовали в запусках первых космических аппаратов в 1961-1962 году. На территории части находится станция «Заря», которая работала по первому искусственному спутнику Земли. Они все ветераны космической отрасли, отдавшие этой службе по 20-25 лет. На выбор профессии повлиял в детстве в том числе исторический полет Юрия Гагарина. Но не всем же быть космонавтом. Я очень гордился и хотел, как все мальчишки того времени, конечно же, стать космонавтом. Ну, космонавтом я не стал, но я закончил радиотехнический факультет военного училища по специальности как раз радиотехнической системы космических комплексов. Моя служба, значит, связана была с космосом. Я участвовал, так сказать, в проведении сеансов по управлению космическими аппаратами. На митинге в Щелкове-7 в честь Дня космонавтики возложили цветы к памятной стеле, прозвучали стихи и песни, слова которых напоминают и сегодня всему миру, кто является первой космической державой. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. И сейчас тоже самое наша Родина является ведущей в освоении космического пространства. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.